здравствуйте дорогие друзья ну праздники отгремели глава и мора никуда не делась огромная глава времени мало давайте очень быстро первая концепция самая главная наверное которая есть и звучит в этой главе это святы будьте святы должны быть святость очень сложная вещь один считает что святой это там где-то там в пещере сидит второе что в ладу и обливается но я другое хочу сказать вы знаете вот когда смотрят на человек говорят вот это святой человек как это определяется написано если захочешь увидеть душу человека посмотри ему в лицо и на иврите слово по ним лицо она имеет тот же корень что и к ним внутри то есть очень часто можно конечно люди научились прятать это все но тем не менее если смотреться и уметь видеть лица сразу видно наша душа на частичка божественной сущности она выдана каждому выдана сверху и когда ты смотришь в лицо кому-нибудь то ты как бы заглядываешь вот в эту но через обитель самого творца свет души освещает внутри из лица человека и она не у всех одинаково иногда кажется что лицо вообще не выражает ничего и все-таки в каждом есть там божественный свет поэтому именно это нам рекомендуется вспомнить когда мы рассердимся там на соседа за музыку или там за протечку на потолке или еще если он грубит вам смотрите на его злобное лицо это маска это маска этого мира на самом деле искор там надо смотреть искру итак вернувшись к святости хочу сказать только два слова то что говорили наши мудрецы общий корень всех ошибок человеческих религий разных кроется в недостаточном понимании того что человек приближается к богу благодаря участию в мире а не уходя из него вот это вот очень важно понять в нашей недельной главе говорится о золотой минории я как заинтересованное лицо и всегда читаю больше сейчас вот собираюсь поехать в Иерусалим проведать и сегодня но сказано повели сына в израиле чтобы они доставили тебе оливкового масла выбитого для освещения и пусть светильник горит нертомит постоянно вот если вы кто-нибудь зайдете в любую синагогу в мире и увидите поздно вечно там никого даже когда нет маленькая такая лампочка горит всегда поверх ковчега завета это нертомит вечный огонь во всех синагогах он напоминанием о нермо аравия в одном из светильников миноры расположен на краю вот который зажигали коины этот светильник никогда не газ это было такое великое чудо каждый вечер когда священник заходил чтобы зажечь минору он видел как западный светильник продолжал гореть другие светильники уже гасли к этому времени хотя получали все одинаковое количество масла ну конный вынимал чистил вставлял там и так далее раша говорил что вечный огонь западного светильника это четкое свидетельство о неразрывной связи бога с и своим народом о том что тора всегда сохранится что никто не сможет ее как бы ни старались пусть это не не сможет ничего сделать потому что хозяин этого мира другой мира из хозяина то что там римляне хотели ли сегодня какие-то уроды хотят это не работает когда римляне завоевали храм и разрушили его казалось все погибло навсегда и пламя погасло время есть триумфальная арка возведенная императором китом и на одном из них есть такая несут победители минору светильники погашены антиквар но пока что и западный светильник на самом деле это большой вопрос дело в том что в своих комментариях мольбин поясняет что священные предметы иерусалимского храма размещались как органы в человеческом теле и вот минора соответствовала функция сердца и минора это да это наше сердце поэтому так много молодых людей сегодня возвращаются например к религии хотя казалось там уже нету ни бабушек ни дедушек которые этим все ушло коммунисты это убили но тем не менее все произошло как будто какая-то мистическая сила передает духовные гены от одного поколения к другому даже если забыли о своих корнях и вот это вот написано это вечный огонь миноры он всегда поселился в сердцах этот огонь никто погасить не сможет он всегда горит без масла без фитиля он будет гореть и ничего не один не сделает вот тут кит который знаменитый там который пытался сжечь все это он хотел он сколебался не хотел еще он думал йосиф лавий пишет что он хотел сохранить дом бога что восхищались как ли как он мог такой победитель но в разгар сражения там и так далее так было решено сверху метраж рассказывает что за эту неслыханное преступление титу который бросил богу бог сказал слушай что ты мне бросаешь вызов ты с комаром моим справься и залетел комар ему в нос и обрек тита на долгу и много лет это животное поедало его мозг и так далее все правильно а минора она была есть и будет и сегодня минора стоит в иерусалиме и она напоминает нам то минору которая появится обязательно когда вместе со всеми предметами мы увидим они спрятаны написано все это спрятано и все появится наше зрение просто этого не видит подлинники были спрятаны под храмовой горой а сегодня мы с вами видим минору которая сразу отражается в сердце будете в иерусалиме ждем вас с минорой барахава ацлаха в иерусалиме